Я сейчас направляюсь в налоговую, благо она находится на нашей улице. Можно было конечно пройтись пешочком, если бы погода позволяла, но я доехала на автобусе, но чуть-чуть надо еще пройтись пешком. В налоговую я все собираюсь и собираюсь, никак не соберусь. Наконец сегодня уже решила, что нужно оформлять эту ютубовскую деятельность, прикреплять к имеющейся. Ой, не знаю, что для этого нужно, как для этого. Я реквизиты банка взяла, сейчас посмотрим, что мне там в налоговой скажут. Не знаю, я вообще так не люблю со всякими этими бумажными делами работать. Ненавижу бегать по инстанциям, терпеть не могу вообще все эти бумажные волоки. Товарищи, что снимаю, понятия не имею, понимаю, что прохожу мимо мусорных баков. Солнце палящее прямо в глаза. Что снимаю, не знаю. Взяла номерок, не знаю. Так, часть дела сделали, но не все так гладко, к сожалению, дороги ровными не бывают, к большому сожалению. У меня оказывается там один монат 40 копеек долг. В социальном фонде не поняла, почему. Надо сначала его заплатить. В общем, прикрепить одну дизельность я смогла, но чтобы направили письмо на открытие счета, с которого я буду получать ютубовские деньги, мне нужно вот сейчас погасить этот долг. Я на почту погашать долг. Вам привет от любителя 40-градусной жары. Только при такой температуре я выхожу гулять пешком. Нет, не вечером. И под дождичком никогда прохладно. Только в такую жару мне нужно переделать массу дел. Зашла в магазин, сейчас на обратном пути. Овощи взяла, сейчас расскажу. Дух переведу. Не могу. Жара. Солнце палящее. Состояние называется «Почувствуй себя человеком». Значит так. В налоговую сходила. Дополнительную деятельность открыла. Штраф заплатила. Ну не штрафа, это задолженность. Заплатила. Теперь только в пятницу второй половине дня я должна опять пойти в налоговую, чтобы получить письмо в банк, чтобы открыли счет для ютуба. Я ненавидела все эти дела в школе, вот эти письменные. Ненавидела. Лютой ненавистью. Еще хочу. Платый. Вы знаете, если бы у педагогов не было бы столько писанины, вряд ли бы они уходили из школы. Столько ненужной писанины. Сейчас из одной инстанции в другую. А там, скажем так, не все автобусы в том направлении, в котором тебе нужно. Но там нужно пересаживаться, нужно стоять, ждать на остановке. Я думаю, что блин, а я ждать вообще не люблю. По мне так лучше идти, чем стоять ждать. Под палящим солнцем стоять ждать, лучше под палящим солнцем идти. Не знаю. Там где-нибудь ходишь, ищешь себе тень. Нет, можно, конечно, и подождать. Ну, реально я не умею ждать. Ну, не могу я. Я в этом плане очень нетерпелива. Зила. Арбуз. О чем у нас сейчас арбуз, я скажу. Да где ж ты? Так. За килограмм. За килограмм. Где за килограмм? За килограмм пятьдесят девять копеек, да? В общем, на два сорок восемь. Не знаю, у меня с арбузами в этом году как-то... Те, которые я, по крайней мере, сама покупаю, они вообще никакие. Морковку взяла. Кабачки. Хочу сегодня мариновать. Мед. Дела дома. Меда нет, но мне для маринада нужен мед. Творог. Савушкин. Пяти процентов. Перец болгарский. Две штучки взяла, тоже для маринада. Пучок петрушки. Тоже для маринада. Хорошо еще мяту. Мяты не было свежей, но у меня, по-моему, где-то там была сухая. Да. Сухая сто процентов, по-моему, есть. Я ее использую. Два банана. Ну, вот как раз с творожком. Бананы с творогом. Помидорки взяла на салат и туда пущу тоже в маринад. Огурцы и лук. Все. Я зашла в основном за овощами. Мне нужны были кабачки. Взяла вот и мед для маринада. А это поесть. Вчера опять Никольке дала творог. Она вообще визжала от счастья. Она так любит творог. Я вам не могу просто передать, как она его любит. Все. А я сейчас поем арбузик. Все это уберу, разложу. Арбуз поем и отвечу на вопрос. Ко мне пришел еще один вопрос. Арбуз я знаете, какой люблю? Я люблю вот так вот. Вот такой комнатной температуры, уличной температуры. Он тогда бывает вкуснее. Не из холодильника. Потом, когда мне приходится убирать его в холодильник, но я какое-то время держу на столе, но он становится невкусным вот в холодильнике. Точнее, весь его вкус просто теряется. Не-е-е. Не, прости. Прости. Вот творог я еще тебе скрипать сердцем дам. Арбуз нет. А меня твой врач вообще лишит родительских прав. Арбуз, кстати, хороший. Мне понравился. Тонка шкурой. Что интересно. Вроде как не темный. Обычно темные арбузы бывают такие спелые. А это маленький, светленький. Ничего. Вкусно. По крайней мере, слаще тех, которые я до этого брала. А я брала всего два, наверное, арбуза. Если вообще не один. Вкусно. Вы арбуз с косточками кушаете или без? Я когда как. Если косточки мелкие, то... Кстати, это я посоветую с Вахей. Она говорит, арбуз с косточками надо кушать. Но если косточка мелкая, то хорошо проходит. Ужла. Обиженная. Арбуза ей не дали. Пошла этой козявке. Все-таки творог дала. Чтобы она меня не обижалась. Чтобы арбуз не застрял. Это самое. В горле. Набат Багирова задавала мне вопрос. Такой. Здравствуйте, Ругия. Расскажите, пожалуйста, как вы заработали свои первые деньги. Я, наверное, надоела со своими вопросами. Просто ваш канал мне очень интересен. Во-первых, Набат, вы мне со своими вопросами не надоели. Я всегда рада отвечать вам на вопросы. Во-вторых, ваша активность только листит. Мне и моему каналу спасибо, что вы так активно участвуете в развитии моего канала. Вот. Плюс к тому же каждый ваш вопрос – это определенная часть контента. То есть… И мы с вами болтаем. Пока я отвечаю, мы с вами рассуждаем на какую-то тему. Но когда я прочла этот вопрос, я себя почувствовала Додиком Рокфеллером. Или я себя почувствовала Билл Гейтсом. Ну, или Аразом Галаром. Понимаете? Когда мне спросили, как вы заработали свои первые деньги, я так подумала, я что-то не знаю, у меня где-то заложены миллионы или миллиарды. Я так стала такая вспоминать судорожно, думаю, где что у меня там есть. Какие деньги? Смотрите. Во-первых, самые вообще первые деньги, которые попали мне в руки – это деньги, которые… Первая моя зарплата. Вот. Вот первая моя зарплата – это были первые мои заработанные деньги. Я была несказанно рада этим деньгам. Знаете, скажите, что я с ними сделала? Вот кто сейчас догадается, что я с ними сделала? Вот в этот момент просто напишите вот сюда, что вы думаете по этому поводу. А я сейчас скажу, что я с ними сделала. Написали? А теперь я скажу. А я их все отдала брату. Просто все деньги отдала брату. Вот. Не знаю, почему. Почему мне так захотелось? Ну, мне так реально захотелось. Мне так реально захотелось. Я это сделала. А так как нашей учительской зарплаты мало на что хватало, понятно, что мне пришлось подобрясться и начать действовать. Но вот уже когда я начала действовать, вот, это были первые заработанные деньги. Конечно, от репетиторства, естественно. Но вы знаете, несмотря на то, что идут вот эти деньги от индивидуальных занятий, все равно, поверьте, ополчение зарплаты вот этой государственной, да, оно так греет душу. Ведь поверьте, мне так было приятно, когда, ну, в свое время у нас же не было карт, мы получали деньги на руки, вот, где-то от директора, где-то от заочи. Ну, смотря кто раздавал деньги. Это потом мы стали получать уже на карту. Но хочу сказать, что и в том и в другом случае я почему-то ждала именно эти деньги. Вот вы не поверите, такое ощущение, как будто бы они меня кормили, они решали все мои коммунальные вопросы, они решали все мои, помогали мне, ну, как бы, удовлетворить все мои потребности. Понимаете, я так ждала эти деньги, я не понимаю, почему. Ну, вот так. Так что в моем случае, НАБА, ничего интересного. Первые заработанные деньги – это зарплата, а все зарплаты пошли деньги от индивидуальных занятий. Все. Ну, когда я стала зарабатывать деньги на индивидуальных занятиях, вот тогда мне в голову пришла мысль – это было какое-то внутреннее осознание. Я тогда не читала никаких психологов, у нас тогда и интернета не было такого массового, да. Это было какое-то внутреннее такое рвение, внутренний такой толчок, когда я понимала, что я должна вкладываться в свою деятельность. Вот тогда я поняла, что мне нужно купить доску, что мне нужен обязательно ксерокс-аппарат, что мне нужен принтер, что мне нужна бумага формата А4, что мне это нужно. И вот я это стала приобретать с каждой зарплатой, которую я получала, ну, с каждым приходом, с каждой прибылью, скажем так, я стала вкладывать в свою работу. И, наверное, это все-таки идет у меня от отца, потому что когда мой отец тоже стал… Вы знаете, моему отцу, его отец, купил вот эту портативную бормашинку, да, вот старые советские, помните, такие вот, как чемоданчики. Вот он начинал с этого. А потом он уже себе купил помещение, сделал из этого помещения кабинет, стал его оборудовать по тем временам, очень даже был оборудованный кабинет. Я, по всей видимости, видя это, что он вкладывает в то, из чего а то он зарабатывает, наверное, у меня это здесь в подсознании осело, и я шла по этому пути. Я понимала, что это тоже мне нужно. Вот. Если ты не вложишь в то дело, из которого ты хочешь получить, ты из него не получишь. Зачем так же, как деньги. Если ты их тратить не будешь, то ты их и зарабатывать не будешь. Поэтому все встали и пошли тратить деньги. Деньги любят счет. Просто пересчитывайте деньги. Не просто их откладывайте куда-то. А доставайте оттуда, куда вы их прячете. И просто пересчитывайте. Вот это тот случай, когда я даю совет. Правда. А еще кладите деньги ровно. Не сминайте их. Деньги любят свой дом. Деньги любят аккуратное их содержание. Поэтому ровненько всегда разглаживайте. В смысле распрямляете руками. Я очень люблю, когда дети приносят, знаете, деньги вот так вот завернутые десять раз вот так вот смятые, смятые, смятые. Я потом их так распрямляю. Вот. Вот так ровненько. И кладу в кошелечек. Пока в кошелечек. А потом лучше, конечно, на счет. В моем случае лучше. А вы уже как хотите. Но. Деньги, энергию имеют очень сильную. Они могут как отдавать эту энергию, так и забирать. Вот. Нужно вот это определенное динамическое равновесие. Энергии. Отдать, забрать. Вот. Точно так же и в профессии. Сначала вложить. А потом от нее что-то забрать. Но учтите, что там ресурсы заканчиваются. Вы берете, берете оттуда. Там заканчивается. Ну, как бы колодец, он опустошается. Ему нужно дать возможность наполниться. Для этого должно пройти время. Вот. Это как в нашей профессии. Это как раз то самое время, когда наполняется колодец, это когда ты работаешь над собой. Тогда ты делаешь вложение в свою профессию. А потом опять черпай оттуда. Хочешь ковшами в воду. Хочешь ведрами. Хочешь еще как-то. Цистернами. Хочешь – это на Bing. Или перед ним работы тест. Ищем. То есть все довольноural понимание востоке, видите. Т Messi смеет. Лучше бы... Именно. Тать ничнюю дела. пока я ее это не возмутила ее спокойствие так вот мы и лежим скоро это лафа закончится моя вот это лежание скоро закончится наступят суровые бакинские будни так что получай пока удовольствие от жизни прощаюсь я с этой фирмы балык дуниасы вот достала из этой упаковки сколько здесь 500 грамм 500 грамм не знаю 400 грамм в общем филе семги посмотрите какие кусочки тоненькие не знаю насколько они вот эти вот кусочки обрезаны просто мне знаете что это я обед готовлю да мне знаете что сейчас интересно вот девчонкам замораживаю лимон краснодарский вот смотрите ну пойдем потом чай попьем вот я понимаю филе да вот я понимаю филе вот кусок правильно на кожице и то же самое бардак но это я буду кабачки сейчас готовить а тут у меня вообще закипело кино а хочу крыбе кино тоже сделать так сейчас мы убавим огонь кстати соли добавим так посолим вот тоже пряную соль хорошо помешать и можно даже прикрыть крышкой это вообще замечательно сейчас крышка тоже прикрою я хочу вернуться к этой рыбе ну вот понимаете и аромат такой не свежий откровенно говоря я посыпала пряной солью сейчас хочу даже так чтобы этот ароматный ножка так притушить чесноком сушеным тоже посыплю уже даже побольше пусть удушить этот аромат не свежести рыбы не знаю вот скумбрию приготовила и выбросила сейчас что здесь будет не знаю может тоже приготовлю тоже выброшу понятия не имею поэтому сейчас сюда уберем вот в наши дела это отправляется в духовку вот все больше ничего не хочу добавлять уже вот посмотришь на эту рыбу и понимаешь с ней ничего делать не хочешь а самое главное понимаешь что больше ты вот эту ерунду точно не приобретешь все запомнить надо просто где обожглась кино сварилась уже караулит красавица меня здесь в кухне вот рыбка тоже там не на подходе так что мы сделаем сейчас пока откроем еще томится вот у меня закончилось масло вот это топленое масло да вот остается такая емкость слушайте скажите мне пожалуйста что с ними делать их можно сдавать или нет потому что у меня одна еще в холодильнике полная да но это закончился не вот это помыла труду открыла которую брала последний раз в закупках вы мне скажите их куда-то сдают или нет потому что две еще для никольки на улице вот лежат такие не знаю а у меня это своих вот понимаете как этих горшков полно вот два больших два средних вот они больше чем вот эти вот и чё с ними теперь делать я вот не знаю честное слово если сдают то хорошо можно сдать а так мне зачем копить не значит и ты не знаешь да давайте я вам покажу нашу погоду ты дома нет ты дома ты дома жара даже не змей коза смотри какая погодка небо вы знаете она вроде и жарко и и вот и что то есть такое вот открадывающийся да например мусор что у меня земля прям высохла я же вчера вечером так хорошо пролила а уже сухая а почему потому что жарко очень жарко реально очень жарко на солнце как у меня там моя рыбка рыбка одно название елки зеленой шни рыбка видите да какая она там надеюсь что она съедобная выложила кино а вот положила сюда кусочек масла я прям вот полюбила это кино и честное слово добью вот это то что у меня есть и еще куплю а последний раз смотрела в брау не было пропала вот это я не хочу чтоб пропала мне понравилось ну вот выложила рыбку вот так на вид вроде ничего но я ее пожарила так красиво запекла точнее сдобрю ее на шарабом и напишу вкусно не вкусно понравилось не понравилось напишу не знаю по крайней мере когда открываешь кулек эту упаковку то не очень-то и аромат а сейчас посмотрим что будет все мне приятного аппетита всем коза столом тоже приятного аппетита понравилось не понравилось либо скажу либо напишу телефон штатив держатель для телефона сейчас поставлю youtube включу и буду смотреть своих любимых вот и это и в общем мне приятного аппетита я пообедала было 6 кусочков поела три половину киноа тоже съела в общем остается у меня пол порции рыбы вот пол порции киноа до завтра у меня на обед да еще и не знаю вот я сейчас поела через два часа будет понятно же мы будем не помрем но что хочу сказать это лучше чем скумбрия которую я выбросила но конечно хуже чем стейки вот эти охлажденные которые я беру в браво и ситуацию спасают пряности ситуацию спасает наш араб вот это все что я могу сказать по поводу этой рыбы все это рыба пусть остывает я потом ее уберу а я перехожу сейчас к приготовлению нет к маринованию кабачков которые делают это с быстрой мариновки утром делаешь вечером вроде как готовы ну или вечером делаешь на следующий день готов в этом к обеду не знаю попробую вот сейчас сколько у нас 5 без 15 вот сейчас сделаю а завтра в обед может быть попробуем приступаю к работе для начала нарезаю кабачки но не толще 5 миллиметров укладываю в миску туда хорошенечко присыпаю соль вот так вот размешиваю кабачки начинают выпускать свой сок тем временем нарезаю соломкой но полукольцами или четверть кольцами перец болгарский потом полукольцами нарезаю лук соломкой нарезаю морковку туда отправляю николюшка помогает мне делать озвучку кусает мне пальцы нарезаю помидоры тоже полукольцами была у меня вот петрушка свежий и нарезала из морозильника достала мороженый укроп а еще у меня была сушеная мята и и тоже отправила туда перец горошком добавляем мед добавляю уксус и растительное масло моем случае оливковое хочу сказать что все делала на глаз абсолютно потому что не знала пропорций ну наобум как делал так делала потом про правда проверяла после того как помешала хорошенько я проверяла на вкус вот эту вот жидкость которая образовалась когда меня уже это все устроило я стала перекладывать в контейнер сначала достала два контейнера думала что массы много потом оказалось что даже для большого контейнера вот этого самого да я выкладывала массы оказалось меньше чем могло бы туда влезть я перекладываю накрываю крышкой и убираю в холодильник и ждем завтрашнего дня завтра будем пробовать вкуснятину да кстати потом вспомнил что можно же было добавить еще и чеснок вот хорошо что вспомнила ну правда мне не говорили по поводу чеснока но я так уже от себя добавил его нарезала бросила туда перелопатила все это дело и отправила в холодильник ждем завтра мы с николькой вышли на балкон у меня кофе со сливками и колька собственной персоны которая выпрашивает у меня даже кофе с игрушками она здесь вот там с мусором с шишками не подлизывайся она мне облизывать ноги не подлизывайте духота есть конечно у нас время уже где-то половина восьмого вечера до приблизительно вот так я правда время смотрела но лет по 8 вот вчера заметила что уже так солидно раньше темнеет все лето уже закрывается лето нам постепенно говорит до свидания ну что делать как есть так есть жизненная такая штука все должно меняться да не колька все обязательно должно меняться времена года день и ночь и люди в этой жизни друг друга сменяют поэтому все нормально что что все она так вот чуть попозже пусть еще жар распадет и потемнее станет я полью цветочки что земля высохла прям не только пошла шкодничать гуляет хорошо я из-за жары так редко выхожу на балкон вот редко сижу правда жара а когда есть желание нет возможности когда есть возможность не мешают погодные условия ой так вот и живем как говорится